Президент Петр Порошенко подписал закон, который делает бессрочными справки переселенцев из зоны АТО и Крыма, передает Левый берег. Закон был принят 3 ноября, однако 26 ноября президент его витсировал, предложив документ усовершенствовать. Рада согласилась и 25 декабря приняла документ повторно. 6 января Порошенко закон подписал, он вступит в силу в ближайшие дни. По новому закону действие справки переселенца теперь будет бессрочным. Закон также отменяет проставление штампа на обратной стороне справки в органах государственной миграционной службы. Упразднены проверки мест проживания переселенцев. Снято также обязательство информировать соответствующие органы о своем фактическом месте проживания и раз в полгода отмечаться в миграционной службе. Переселенцы, которые не успели разорвать трудовые отношения до выезда из зоны АТО или Крыма, смогут подать заявление о прекращении трудового договора в центре занятости по новому месту проживания. В усовершенствованном законе Рада прописала, что информацию, проживает ли переселенец по новому месту жительства, органы судзащиты должны получать из государственных реестров. В результате обмена информацией с другими органами судзащиты, а также с волонтерскими и другими организациями, которые помогают внутренним переселенцам. Рождество 2016 бюджет Славянска встретит не в праздничном настроении. В этом году на плечи громады дополнительно ляжет порядка 48 миллионов расходов. Об этом рассказал начальник финансового управления горсовета Игорь Ковалев. Государственным бюджетом отменены льготы, они перекладываются теперь на местный бюджет. Льготы касаются проезда электротранспортом, автобусным транспортом и некоторые коммунальные услуги. Общая сумма составляет 13,3 миллиона гривен. Значит, депутаты должны будут принять решение, будем ли мы брать эти расходы на местный бюджет. Также внесены изменения государственным бюджетом по учреждениям дошкольным. Детское питание у нас перекладывается на плечи родителей. Теперь депутаты должны будут решить вопрос, оставляем ли мы на бюджете питание детей в местном бюджете или будут это платить родители. Сумма также составляет только порядка 10 миллионов гривен. Это в год? Также на содержание города передали 4 профтехучилища. Расходы местного бюджета в 2016 году положены 4 профессионально-технических училища. Общая сумма составляет 24 миллиона в год. На эту сессию 12 числа мы выносим 10,2 миллиона, пока это 47 процентов. В дальнейшем будем изыскивать оставшуюся сумму. Теперь эти изменения должны утвердить местные депутаты. Мы должны принять для себя решение, что мы продолжаем дальше финансировать субсидии из местного бюджета, либо урезаемых. Поэтому это будет на рассмотрение уже депутатов, изучать этот вопрос будем. На сегодняшний день, чтобы такого социального взрыва не было, было мы принято решение доп. сессии, которая будет плановая, оставить все как есть. То есть и финансирование в школах за счет местного бюджета, и проезд в электротранспорте. 6 января исполняется 78 лет со дня рождения диссидента и поэта Василия Стуса. Родился поэт в Винницкой области, а учился в Донецком национальном университете. Тогда Донецкий педагогический институт, который завершил в 1959 году с красным дипломом. Алексей Мацука, журналист «Радио Свобода», председатель управления общественной организации Донецкий институт информации, инициировал открытое обращение к руководству учебного заведения, которое теперь находится в Виннице по поводу присуждения университету имени Василия Стуса. Корреспонденты общественного телевидения Донбасса узнали у жителей Славянска и Мариуполя, что они знают о жизни и творчестве Василия Стуса. Вы знаете, кто такой поэт, диссидент? Не знаю, диссидента мы не знаем. Вы не знаете такого человека Василия Стуса? Писатель? Писатель украинский. Ну он писатель, публицист, поэт в тюрьме, зная, что у него язва желудка, накормили, и он там умер. Скажите, а вы знаете, кто такой Василий Стус? Да, это поэт горловский. А что еще вы украинский? Знаете, помните. Это из школьной программы? Нет, я просто сама из горловки, и он земляк. Или писатель, или поэт. Да? Правильно? Угадали. Да, ну, стихи цитировать не буду, потому как не помню.